АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В случае, когда у нас какая-то система, какая-то модель не описывается с помощью классической математики, мы обращаемся к чему-то новому, мы очень часто используем именно какие-то греческие труды, труды греческих философов. И именно это позволяет нам описывать какие-то совершенно новые и незнакомые для нас закономерности. Можно следующий слайд, пожалуйста? Следующий слайд мне хотелось бы рассказать об Алисе в стране чудес и развеять следующий миф. Во-первых, самый главный миф об Алисе в стране чудес, о том, что она не блондинка. Это изобретение студии Уолт Дисней, это изобретение Голливуда. Алиса в стране чудес, которую придумывал Льюис Кэролл, о которой вы сегодня как раз, кстати, мы упомянули, она была брюнеткой. Но самое интересное то, что мы с вами живем в удивительное время, когда мы находимся в совершенном океане информационного потока. Но при этом мы знакомы только с такими идеями, которые ежедневно у нас мелькают на экране. Для того, чтобы узнать что-то новое или узнать, как по-настоящему устроен мир, нам нужно любопытство, нужно действительно чем-то заинтересоваться. И как за белым кроликом мы следуем за нашим любопытством, мы выходим из матрицы и узнаем что-то новое. В этом плане Алиса, которую мы знаем из мультиков студии Дисней, это Алиса в рюшечках, такая совершенно классическая, которая удивляется. Говорящие цветы, летающие коты. Но какая Алиса, которую описал Льюис Кэролл? Это скептическая английская девочка, которая говорит «Хм, мне скучно? Хм, а у вас есть картинки?» Ум Алисы, он настолько непоседлив, что она не может выдержать долгих логических последовательностей. Ей даже скучно дочитать целую страницу текста. Текст у нее превращается в мышиный хвостик, который бегает по страницам. Но несмотря на такой живой ум, она все-таки умудряется делать какие-то открытия. Можно следующий слайд, пожалуйста? Теперь мы поговорим о том, что такое классическая физика, квантовая физика, и разрушим немножко стереотипов об этом. Вот для этого скажите, пожалуйста, кто из вас не любит цифры, кто из вас не любит очень много латинских непонятных символов, каких-то греческих букв? Замечательно, потому что сегодня их у нас не будет. Лучший способ, чтобы понять что-то новое, это использовать уже знакомые нам аналогии, использовать знакомые нам термины. Для этого можем, например, использовать литературные термины. Если сравнивать классическую физику и квантовую физику, можно сказать, что классическая физика – это книги Джорджа Эллиотта, а квантовая физика – это книги Кавки. Кавка такой абсурдный, странный, местами, но от него никуда не деться. Если бы квантовые физики были бы художниками, они, скорее всего, были бы импрессионистами. То есть они каким-то случайным образом раскладывают цветовые пятна на полотне, но если отойти чуть подальше, у нас получается какая-то стройная и понятная картина. Есть такие физики, которые, например, физическую боль испытывают от абстракционизма. Например, Поль Дирак ходил на современные выставки современных художников, которые жили в его же время, и когда он видел абстракцию, он говорил, что это пятно здесь неуместно. Но при этом некоторые физики, они, в принципе, являются абстракционистами, потому что они какие-то свои экзистенциальные переживания выбрасывают, получается, на полотно. И для того, чтобы понять какую-то структуру из всех этих новых непонятных элементов, нам нужно знать, наверное, всю историю искусств и еще биографию самого автора. Но просто из этого вида это не очевидно, хотя можно было бы сказать, что это очень изящная теория. Можно следующий слайд, пожалуйста? Для меня никогда, я для себя не разделяла искусство или науку, потому что мое любопытство, оно как белый кролик, двигалось по всем разным направлениям, поэтому мне тяжело разделить для себя что-то логическое или что-то интуитивное. Обязательно все находит в своей точке соприкосновения. Например, когда я интуитивно пыталась понять мир в самом детстве, мне было интересно рисовать, интересно было играть со светом. И моими любимыми картинами были картины Михаила Врубеля. По-моему, у меня называлась дипломная работа художественная, что-то вроде того, что психологическое восприятие света в картинах Михаила Врубеля. Можно следующий слайд, пожалуйста? Но кто же в этот момент знал, что мое любопытство пойдет дальше, и мне захочется посмотреть свет вот где-то вот в таком разрезе? Мы с вами, кажется, уже видели картинку с этим глазом сегодня. Здесь достаточно такие очевидные вещи. Здесь классическая оптика, которую мы знаем, свет, который раскладывается в спектр, длинный волн. И, кстати, тоже очень интересно говорить о психологии цвета, потому что почему какие-то цвета на картине мы воспринимаем особенно? Почему красный цвет вызывает у нас настороженность? Почему зеленый цвет дарит нам покой? Почему какое-то хладнокровие мы обретаем, если мы находимся в помещении с какими-то холодными голубыми тонами? На этот вопрос нам ответит картинка, которая здесь находится. Я надеюсь, сзади тоже неплохо видно. Это чувствительность глаза, где мы видим, что наибольшая чувствительность приходится на зеленую часть спектра. То есть нашему глазу наиболее комфортно. Когда уже идет в сторону красного, то мы уже немножко физически как-то напрягаемся. А холодные цвета, они также означают, что что-то холодное, это что-то, что может двигаться медленнее. То есть медленные процессы нас каким-то образом успокаивают. И психология, физика, искусство, они как-то все вместе очень хорошо сочетаются. Можно следующий слайд, пожалуйста? Поэтому мы с вами сейчас отправимся в страну квантовых чудес. Следующий слайд. И поговорим о самом животрепещущем вопросе квантовой физики. Что такое свет, частицы это или волна? И как вообще это все воспринимать? Для этого мы с вами сегодня немножко порисуем. Можно вас фломастер попросить? Мы сейчас нарисуем абстрактную Алису. И некий непонятный нам элемент, пусть это будет какое-то пятно, размазанное в пространстве, это будет какая-то элементарная частица, атом, электроны в атоме или сам фотон. И скажите, пожалуйста, достаточно ли Алисе уменьшиться до размера вот этого маленького элемента, чтобы понимать его логику? Мнения разошлись. То есть уменьшиться в размере стало необходимым, но недостаточным условием этого. И, в принципе, правы те, кто сказал, что этого недостаточно, потому что для того, чтобы понять физику вот этого мира, нам нужно вообще мыслить по-другому, то есть полностью забыть все те законы, о которых мы знаем, и мыслить совершенно по-новому. Многие законы для нас вытекают из нашей реальной жизни. Например, мы хорошо понимаем закон сохранения массы. Вы съели бутерброд, масса никуда не делась, она в вас. Законы сохранения энергии, сохранения импульса нам понятны из бильярда. Но иногда, когда мы уже сталкиваемся с такими тонкими материями, как атомы, фотоны, нашего опыта жизненного недостаточно. Нам нужно представлять какие-то мысленные эксперименты, и для этого нам именно нужно совершенно полностью поменять наше мышление. Можно следующий слайд? Вообще, как мыслят физики? Для физиков нужно иметь какую-то определенную закономерность. Именно представить что-то, что можно описать каким-то образом количественно. Вот мы как раз сегодня немножко даже погрузились в английскую атмосферу еще во втором выступлении нашего докладчика. Здесь мы видим очень интересного деятеля. Это Джон Рассел, который впервые наблюдал такие интересные частицы, как солитоны. Солитоны – это уединенные волны, которые наблюдаются в нелинейной среде. История была такая. Есть даже две интерпретации этой истории. Первая история о том, что он прогуливался верхом в своих поместьях, и от скуки и нечего делать кидал камешки в воду, и видел, как расходились волны в воде. И таким образом у него в голове зародилась идея каким-то математическим образом записать целитон. Другая версия, она, наверное, более правдивая, потому что Джон Рассел, помимо того, что он был интересным физиком, он еще был предпринимателем, инженером. Он очень многое сделал для английского флота, и, скорее всего, это явление он наблюдал, когда занимался какими-то своими бизнес-делами. Но при этом он смог сохранить в себе любопытство и обратить внимание на окружающий мир. Для того, чтобы понять, что в квантовом мире не так, что вообще столкнуться впервые с этим миром, нам понадобились лазеры. Что такое лазер? Лазер — это совершенно такая простая установка, когда у нас активная среда находится между двумя резонаторами, и есть какая-то накачка. В принципе, там еще в активной среде происходит инверсия населенности, и это все. Но нам этого всего не нужно знать, потому что для пользователя нужно только нажать на кнопку «Получить результат», пробить монетку, например, пятирублевую. Очень жалко, кстати, что у нас в университетах нет таких лабораторий, где мы можем пробить лазером монетку. Мне кажется, это большой популярностью пользовалось бы и у школьников тоже. Хотя, кто знает, может, нас ожидает такой прогресс сейчас. Очень многие школьники уже в детстве разбирают и собирают разных роботов при помощи лего, именно специализированного лего, который можно программировать. Может, когда-нибудь дети начнут играть с лазерами еще прямо в школе. Будем надеяться. Но, опять-таки, мы отвлеклись. То есть, чем отличается лазер от другого любого источника света? У нас здесь очень много разных источников света. Это, опять-таки, солнце, о котором мы говорили в самой первой презентации. Это различные осветительные приборы, лампочки. И в каждом из них есть излучение. И это излучение состоит из фотонов. Как раз очень интересный вопрос поднимался в самой первой лекции, когда мы говорили о том, что такое что-то увидеть. И на протяжении истории были разные интерпретации этого. Когда-то считали, что когда мы что-то видим, когда нам попадает в глаз какая-то, скажем, элементарная частица вроде фотонов. То есть, это какая-то теория частиц. Или уже позже, когда физику развивал Ньютон, уже развивалась волновая оптика. Вообще, зачем нам нужны такие понятия, как частицы и волны? Потому что для того, чтобы что-то разобрать, работать с каким-то материалом, нам нужно познакомиться с какими-то понятиями, которые нам понятны из реального опыта. Это, например, частицы. То есть, Галилео Галилей бросал ядра с Пизанской башни и мог таким образом выводить закономерности. Или то же самое с волнами, которые делал Джон Рассел. То есть, наблюдал какие-то эффекты на поверхности воды и тоже мог какую-то строить математическую теорию. Но когда у нас частица и волна не являются элементом, который можно описать теорию, у нас начинается какая-то паника. В этом плане было очень много различных философских споров. И между Бором, и между Эйнштейном. Например, Эйнштейн до конца своей жизни не мог принять квантовую физику. Он говорил, что она просто не существует и не имеет права быть. Он называл такие эффекты квантовой физики, как, например, запутанные состояния, spooky actions in long distance. И говорил, что это жуткие какие-то эффекты на дальних расстояниях. И совершенно в них не верил. Он написал большой философский трактат на эту тему, издал в журнале, пытаясь задать читателям вопрос. А могут ли существовать такие состояния, как запутанные? Но при этом он не удержался, и сам в конце этого трактата еще ответил на свой вопрос. Но, к сожалению, у нас Эйнштейн не дожил до тех времен, когда произошли современные эксперименты, которые совершенно могли бы поменять его тип мышления. И здесь очень важно между философами антологические и эпистемологические модели мира. То есть, познаваем ли наш мир, и можно ли достичь каких-то границ его познания, за которые мы не сможем шагнуть? В этом плане Борь придерживался теории о том, что мир для нас недосягаем. То есть, мы можем только какие-то делать проекты на наше сознание, мы можем придумывать только какие-то похожие из нашего опыта вещи и перекладывать их в теорию для того, чтобы что-то объяснить. Но сама какая-то объективная реальность, которая существует вне нас, она нам недоступна. Ну, здесь не хочется уходить в далекие философские споры, вроде как слышен ли звук падения дерева в пустом лесу. И, кстати, квантовая физика, она еще также имеет много пересечений с восточной философией. Я думаю, сейчас с восточной философией тоже очень много людей увлекается. Поднимите руки, кто? В общем, такие люди есть, да. Потому что восточная философия, она тоже дает нам модель интерпретации. То есть, мы имеем дело с вероятностными моделями. То есть, когда у нас есть какое-то классическое западное мышление, мы говорим, что А плюс Б равно А. А для нас какие-то предметы, какие-то вещи, явления, события, они имеют совершенно конкретный вид. Стул, стол. А представьте себе какой-нибудь японский иероглиф или китайский иероглиф. Даже один этот иероглиф означает целый образ. Это совершенно другой тип мышления. Теперь мы с вами обратимся к каким-то опытам, которые могли бы нам объяснить, что вообще происходит в квантовой физике. В книге «Алиса в квантовой стране чудес» Роберт Гилмор описывает историю, в которой Алиса, которая скучала, попадает в совершенно новый квантовый мир. И здесь она является не просто Алисой, которая изучает непонятные вещи, она также еще и превращается в какие-то непонятные субстанции, с которыми она там знакомится, такими как атом, электрон. Она сама же является каким-то детектором, прибором. Потому что это тоже очень важный вопрос. Когда мы, например, наблюдаем классическую физику, мы имеем дело с большими макроскопическими телами. И нам легко это детектировать глазами. То есть, например, падение каких-то ядер с башни, это все совершенно очевидно видеть глазами. Но когда речь идет о фотонах, о совершенно малых таких размерах, мы не можем это все детектировать собственным глазом. Соответственно, нам нужны какие-то приборы. И можно, Денис, попросить запустить видео? Большой философский вопрос идет о том, если мы наблюдаем за каким-то процессом, влияет ли наблюдатель сам на этот процесс. По этому поводу написано очень много различных книг, популистских и непопулистских. Очень важное свойство квантовой физики – это суперпозиционные состояния. То есть, когда у нас с какой-то одинаковой вероятностью могут случаться разные события. Это, например, как мышление девушки. То есть, да, нет, наверное, существует в один момент времени. Но тот подход, с которым мы обратимся к девушке, существенно повлияет на результат измерения. То же самое, в принципе, к физике относится. Потому что мой друг, который тоже ее изучает, он говорит, я наконец-то начал понимать свою девушку. Так что это еще один хороший повод попытаться разобраться в квантовой физике. Вот здесь мы сейчас с вами попытаемся понять вообще, как происходят процессы в макромире больших тел классическом и в мире, где существуют такие маленькие элементы, как атомы и фотоны. Так, сейчас пока еще у нас видео идет. А, вот здесь что-то хотелось еще сказать. То есть, из философии нам кажется, что как будто мы зачем-то не наблюдаем, все происходит какими-то безумными, разными всеми возможными путями. А когда мы что-то наблюдаем, то все ведет себя вполне себе предсказуемо. Это знаменитый опыт Юнга с двумя щелями, где у нас впереди этих двух щелей стоит некий источник света, от которого вылетают фотончики. Нам легко предположить, что, допустим, пусть они вылетают у нас по одной штуке и приземляются на какой-то детективующей пластине. И из логики классической, можете даже пока вот видео у нас не докрутилось до этого эпизода, предположить, где именно скопится самое большее количество этих фотонов. Здесь я немножечко с вами порисую. То есть из классической логики нам кажется, что мы увидим вот такую-то ситуацию. То есть когда у нас примерно напротив щели скопятся все фотоны, потому что остальные, допустим, то, что не рядом с щелью, будут отражаться в обратную сторону, а проходить будут только которые вокруг щелей. Но квантерфизика говорит нам не так. Она говорит нам о некой волновой природе света, когда у нас фотоны действуют в себя не как эти частицы, шарики, а какая-то волна, вода, которая попадает сквозь эти щели и детектируется у нас на пластине, которая находится на противоположной стороне. То есть нам приходится использовать сразу две интерпретации. Мы здесь впервые сталкиваемся с дуализмом. То есть когда у нас есть некие эксперименты вроде фотоэффекта, мы вполне себе резонно считаем, что у нас фотоны являются некими частицами. Можем посчитать их количество, когда их много. Но когда у нас идет речь уже о таких тонких материях и экспериментах, когда мы, например, наблюдаем суперпозицию двух фотонов, то у нас идет совершенно такая другая картина. То же самое, как дуализм. Например, подобные интерпретации идеи дуализма еще философами высказывались. Например, философия о дуализме религии. То есть у нас есть религия, которая представляет собой традиции, и есть религия, которая представляет собой какие-то, скажем, этику, какие-то высшие, единые, универсальные идеи, которые даже вне этих традиций существуют и которые могут объединять очень много религий одновременно вне традиций. Здесь тоже известный пример про кота Шрёдингера, который одновременно у нас и жив, и мертв. То есть идея состоит в том, что у нас есть такая некая коробочка, в которой мы закрыли несчастного кота. И в этой же коробочке яд. И мы с вами не знаем, разбилась склянка с ядом, пока мы эту коробочку двигали, или не разбилась. Если коробочка разбилась, то тогда там оказывается мертвый кот. Если коробочка не разбилась, то у нас кот жив. Откуда вообще возник этот абсурдный пример? Кот Шрёдингера возник в тот момент, когда Шрёдингер пытался объяснить, почему совершенно абсурдно рассматривать какие-то идеи квантового мира в большом классическом мире. То есть когда речь идет о котах, то это ненормально. Но если речь идет о таких субстанциях, как электроны или фотоны, то вполне себе такие странные состояния, они могут быть допустимы. Поэтому пожалеем с вами кота и не будем перекладывать идеи квантовой физики, квантовой механики на большой и наш понятный мир. То есть, например, нельзя сказать, что если вы пьете стакан с водой и за вами наблюдают или не наблюдают, то результаты измерения как-то изменятся. Не будем уходить в такие философские дебли. Можно вернуться к слайдам, пожалуйста? Вопрос измерений очень важный в квантовой физике, потому что измерения здесь происходят совершенно не таким понятным образом, как, например, детектирование тока электронов. То есть, мы знаем, что либо ток есть, либо ток нет. И здесь все достаточно просто. Но когда нам приходится работать с квантовой физикой, это больше похоже на слепой бильярд. То есть, у нас есть наша какая-то площадка, рабочий стол, в котором стоит биток, черный шар. Мы завязываем себе глаза, мы берем другой шар, вслепую стреляем имеющимся нашим шаром по битку, слышим стук, и когда мы слышим стук, мы понимаем, что вот где-то там был наш шар, который мы искали, который мы предполагали там. Но при этом мы уже, во-первых, его сместили, а во-вторых, мы только можем говорить о вероятностях. Естественно, когда идет речь о таких малых материях, как квантовая физика, то тогда сами вообще экспериментальные приборы влияют на результат эксперимента. Если мы пытаемся сдвинуть стол, вряд ли какая-то маленькая пылинка может нам помешать. Но если мы пытаемся сконструировать, допустим, чип маленький, то тогда на каком-то определенном размере этого чипа у нас уже начнутся квантовые эффекты. То есть, например, если у нас был какой-то барьер, то по канонам классической физики у нас частицы не могут перескочить через этот барьер, если у них недостаточно энергии. Но при этом могут наблюдаться какие-то особенные условия для частиц, если идет речь о квантовой физике. Приключите слайд, пожалуйста. Опять-таки с нами Верна Гейзенберг. Но нам не надо грустить, когда мы встречаем неопределенность. И здесь очень важна наша философская картина мира. Можем ли мы расширить нашу картину мира таким образом, что мы оставим место чему-то большему, чем теория, которая нам сейчас известна? Может ли быть, что сейчас только наши экспериментальные приборы или какие-то особенности нашего мышления не позволяют нам понять, как вообще устроен мир? И хочется верить, что мир на самом деле познаваем, что мы с вами смогли понять, как устроен атом, понимаем, как устроены электроны, фотоны. Когда-нибудь мы, может, найдем что-то еще даже более элементарное, чем кварки. Кто знает, нельзя говорить, что это не произойдет. Любой физик хочет знать, что теория может каким-то образом быть расширена. Любой физик, как бы он не хотел построить теорию изящной, хочет знать, что существует еще что-то за границей этой теории. Если, конечно, наши знания о различных сферах полны, например, полны знания математики, полны знания о физике или биологии, может, нам будет интересно изучать эти теории уже на стыке друг друга, между физикой и биологией. Например, очень интересной перспективой может обладать квантовая биология, о которой, в принципе, сейчас пока еще не принято говорить. Или, например, интуиция и психология нам может помочь решить, это, например, задача о квантовых блужданиях. Задача о блужданиях, наверное, всем понятна. То есть такая старая, как мир, задачка о пьяном человечке, который делает шаг вправо, два влево, и таким образом двигается и приходит в какую-то назначенную точку. Но при этом существует еще теория квантовых блужданий, когда уже спектр шагов этого человека является дискретным. Но эти теории пока еще только разрабатываются, несмотря на то, что в NASA, в Google очень интересуются этими вопросами, и artificial intelligence, именно с квантовой точки зрения, является, наверное, самой популярной теорией на Западе. Пропричите слайд, пожалуйста. Здесь мы с вами наблюдаем куб природы, куб физических теорий. То есть в каждом углу этого куба находится какая-то из существующих физических теорий. Мы видим квантовую теорию поля, мы видим квантовую механику, мы видим теорию относительности Эйнштейна. Но мы также видим какие-то пробелы, которые здесь еще обозначены отдельно на этой картинке, отсутствие наших знаний. Но наше желание, чтобы все складывалось в какую-то понятную симметричную картинку, это, наверное, идея какого-то западного мышления. Может, в принципе, природа и не должна быть такой. Может быть, все оказывается совершенно случайным, может, какие-то существуют случайностные процессы. Можно слайд, пожалуйста? И с этой стороны еще интересно разглядеть последние открытия в этой области, такие как квантовая электроника, такие идеи, которые продвигают нас к квантовым компьютерам. Например, это Нобелевская премия по физике, которое впервые было выдано за возможность провести первые неразрушающие прямые измерения, эксперименты над квантовыми системами. До этого еще никто такое не делал. Как это может быть полезно на практике? Например, мы можем сделать абсолютно вне часы, которые будут очень близки к абсолютно точным. Часы, которые при прихождении очень больших промежутков времени дадут нам только ошибку, погрешность около пяти секунд. Можно следующий слайд? И, конечно, для нас актуальна и интересна идея квантовых компьютеров. Кто вообще когда-нибудь слышал о квантовых компьютерах? Кто считает, что это реально? Кто считает, что это реально недельки через две? Кто считает, что это реально лет через двадцать? Кто считает, что это реально лет через сто? Кто считает, что физики знают, когда это реально? На самом деле, это, наверное, самый обсуждаемый вопрос на главных квантовых конференциях, когда приезжают физики со всего мира, и они все говорят, «Слушай, а как ты думаешь, вообще эта идея, она может быть реализуема? Как думаешь, когда это может быть возможно?» У меня была удивительная возможность познакомиться с человеком, который работал и в Google, и в NASA, знаком с первым прототипом микропроцессора, который работает, включая свойства квантового отжига, и он рассказывал, что примерно у них такие представления о квантовых компьютерах, что это такой некий черный ящик, в который мы знаем, как приготовить некие состояния, то есть знаем, как вбить туда исходные данные, и после этого мы делаем измерения и узнаем результат наших задач. Но как это все внутри устроено, это все очень сложно пока и непонятно нам. Даже такие шутки ходят, что на самом деле в этих черных ящиках огромных сидит куча теоретических физиков, которые там быстренько решают эти задачи по оптимизации. И на самом деле квантовые компьютеры сейчас находятся на такой стадии своего развития, как когда-то, может, давным-давно были классические компьютеры, когда они могут решать только определенные виды задач, которые, наверное, являются такими стратегическими, задачи оптимизации, определенные задачи информатики, но пока их сложно представить компьютером для каждого пользователя, хотя, наверное, каждому было бы интересно какую-то такую квантовую штучку иметь у себя дома. Я, например, мечтаю, чтобы у меня дома был говорящий робот, который заваривает чай или голографический экран. И, конечно, любопытство к таким технологическим штучкам побуждает интерес достаточно больших масс населения. Но пока эти принципы, они не могут быть особо осуществимы, пока мы можем только решать определенные задачи. И в этом плане критерий к квантовым компьютерам у нас предъявляет интересный Искотт Арнстон. Он занимается вообще, скорее, квантовой информатикой, и он впервые построил такую стройную систему каких-то критериев, которые должен выполнять квантовый компьютер, чтобы считаться таким или иным. И если, допустим, компьютер DW1, который в Канаде разрабатывается, мог бы соответствовать таким требованиям, то тогда можно сказать, что какие-то процессы он действительно делает на квантовом уровне. Можете почитать его блог, Штеттл Оптимайс называется. Он по данной ссылке расположен. Можно себя расчислять, пожалуйста? Мы уже сейчас движемся к концу. И хотелось бы мне сейчас здесь сказать, что... Я так понимаю, мы уже опаздываем, да, по времени? Мне хотелось бы здесь сказать, что вообще наше воображение, наше желание чудес вызывает у нас желание иметь какие-то очень, скажем, магические приспособления. Например, мы хотим полететь на Луну, хотим такси до масса, хотим искусственный интеллект. Нам очень сложно бывает работать с какими-то микроскопическими простыми задачками, которые изменят нашу жизнь, которые сделают будущее реальными. Однако именно такие задачи могут изменить по-настоящему нашу жизнь. То есть можно посмотреть какие-то простые идеи, как, например, создание микрорезонаторов. Несмотря на то, что это не так понятно, как, например, полет на масс или создание искусственного интеллекта, может, это подвинет нашу науку больше? Можно слайд? И следующий слайд еще. И давайте еще один. И хочется наш рассказ закончить на лирической ноте, немножко рассказать о своих собственных исследованиях. Я всегда находила физику чем-то романтическим. И так получалось, что мне всегда удавалось заниматься действительно романтическими вещами в квантовой физике. Например, моя научная работа была связана с темой шепчущих галерей. Подобную шепчущую галерею вы можете наблюдать в Казани. Если вы приедете, придете в парк «Черное озеро» и, например, приедете с девушкой, что гораздо интереснее, встанете с двух сторон этой шепчущей галереи, то благодаря интерференции, благодаря особенностям этой галереи, как резонатора, вы сможете услышать шепот друг друга, находясь на противоположных сторонах. Такие же эффекты есть и в квантовой электронике, в таких маленьких приборах микромасштаба, как микроэзонаторы, в которых это уже справедливо для длин волн очень короткого диапазона, например, оптического диапазона. Так что заглядывайте в Казань, там есть такие интересные достопримечательности, какие есть, как и в Лондоне, в шепчущей галереи, которую впервые обосновал Лорд Рулей в соборе Святого Павла. Так что Казань тоже богата достопримечательностями. И последний слайд. Поэтому, наверное, самым интересным достижением, которое нам доступно в ближайшее время, это была бы возможность манипулировать одиночными фотонами. То есть, если мы в таких излучателях, как лазеры, как лампочки, имеем целый огромный поток фотонов, то однофотонный источник будет тем круче этого лазера, что он излучает на выходе только один-единственный фотон. А уже эти одни-единственные фотоны мы можем применять в разных сферах, такие как медицина, для создания точных часов, для GPS и очень многих других сферах. Последний слайд. И еще один. Также я буквально на днях встретила интересную статью, которая связана с улыбкой чеширского кота, которая издана в Nature Communications. Я хотела здесь тоже спасти немножко от неправильной интерпретации, которая дана в популярной механике, о том, что, судя по этой теории, нам кажется, что... Судя по этому эксперименту, нам кажется, что, когда мы делаем наблюдение в этой установке по тому, как это написано в популярной механике, нам кажется, что у нас Алиса... Как в книге Люси Карла и со стороны чудес, у нас существует некий кот, и у кота улыбка путешествует отдельно от него. Но на самом деле это не так. То есть здесь свойства являются неделимыми. То есть просто на самом деле мы наблюдаем в одном плече кота, в другом плече мы наблюдаем его улыбку. Но нельзя сказать, что это совершенно удивительный случай, когда у нас коты улыбки путешествуют отдельно. Я надеюсь, что там последний слайд. Давайте. Здесь обложка книги «Алиса в стране чудес» она, к сожалению, не переведена на русский язык, но где-то на источниках, по-моему, есть буквально одна голова переведенная. Может, кому-то будет интересно взглянуть в интернете, в гугле. Так, и... Да, еще один последний слайд. Ага. Ну вот, он наконец-то у нас последний. Поэтому я хочу сказать вам «Feed your curiosity». Надеюсь, вы не замерзли за этот долгий день здесь, потому что я ужасно дико замерзла. Я ожидала здесь такой температуры. Вот. Теперь, если у кого-то остались силы, то давайте вопросы. Спасибо. У меня, на самом деле, очень много вопросов. Во-первых, большое спасибо вам за очень интересный доклад. Мне всегда... Ну, мне действительно раньше интересовала эта тема, и, ну, по понятности, чем у меня флотовский аспект кладкой физики. Но я все вопросы задавать не буду, задам по порядку. Вот ближе к концу вашего доклада меня... То есть это то, что было для меня новым, именно поэтому я не могу не задать этот вопрос. Вот эта информация по поводу Нобелевской 2012 году, как там было написано, да, за разработку метода измерений, которые мне вносят никаких возмущений в систему, да? И плюс то, что вы говорите оба однопатонных излучателях и прочих. Вот объясните мне, как непрофессионал, является ли это... В моем поверхностном понимании это в конечном языке означает, что Гейзингер с его принципом неопределенности был неправ. Или все же я ошибаюсь. То есть можем ли мы отдельный батон излучая, измерить, соответственно, поскольку он отдельный, а уже не множество, которые статистически распределяются, измерить его скорость положения, или в случае с измерением системы, если мы можем измерять систему, не внося возмущений, опять же, значит, мы можем ее измерить окончательно. Или все же не надо. И, в принципе, перерывы. Это вопрос был и нет. Нет, нет. Ну, здесь нормально. Очень много экспериментатор по всему миру пытается опровергнуть его принцип неопределенности, но никому это не удавалось. Вообще, Борг с Гейзенбергом они проделали огромную работу, я надеюсь, я тоже не прочитаю во второй лекции в ответ на вопрос. Они проделали огромную работу, так фундаментально описали все свойства квантовой физики, что, в принципе, очень сложно их опровергнуть. На самом деле, существует принцип неопределенности, которая, например, касается координата частицы и времени. То есть мы никогда не можем одновременно измерить координаты частицы и при этом еще иметь какие-то знания о времени. То есть мы... Это достаточно абсурдно звучит. Но при этом мы можем легко это сделать с помощью импульса. То есть то, чем я занимаюсь, это однофотонные источники. И если рассматривать фотон как что-то такое немножко размазанное в пространстве, какой-то однофотонный волновой пакет, то мы можем уже сказать, что вот здесь, ну, практически один фотон. Потому что квантовая физика, она вероятностная. Мы не имеем дела с какими-то конкретными точными цифрами. Вернее, цифры у нас точные, но они описывают только вероятностные ситуации. То есть где-то вот в каком-то размазанном пространстве мы это имеем. И, конечно, сейчас очень больно используя вторую лекцию. И, конечно, создание однофотонных источников и детекторов является тоже очень важной вехой продвижения в квантовой физике. То есть когда мы можем иметь такое идеальное устройство, которое мы с очень большой вероятностью скажем, что это только один-единственный фотон. Но все же вероятность стопроцентная, я так понимаю, да? Ну, там у тебя очень большая, да. То есть это все-таки такие достаточно относительные как бы величины, потому что всегда у нас есть какая-то погрешность, но в каких-то задачах нас погрешность устраивает. Но вы все-таки меряете, получается, на однофотонной фракете и положение, и скорость. Я правильно понял? с какой-то большой вероятностью. Нет, мы можем восстановить из уравнений. То есть мы можем в принципе справиться с импульсом. На это и можно. Я говорю именно про... Я просто... Ну, в основном я хотел спросить то же самое, что товарищ, потому что меня тоже заинтересовало. Сейчас я, в принципе, могу это графически изобразить, да? Если... В эксперименте я беру в эксперименте Нет, это самое всего диетонтику графически. Если, например, мы говорили бы, что у нас абсолютно точно... Мы... Так, по-моему, не пишем. Потому что это не фантаж. Если бы у нас была бы такая ситуация, что у нас полная вероятность обнаружить этот фракетон, было бы такой вот печок. когда мы точно знаем, что это единственный фатон. Но мы имеем в фонопартике какие-то вот такие возмазанные пятна, и чем эти пятна хуже, тем больше у нас как бы возможность сказать, что это один фатон. Такие же есть еще графики автоквиляции, все такие старшные слова, которые позволяют это объяснить. Но это достаточно сложно именно в классическом языке понять. Нет, вопрос-то не в этом в принципе, когда я понял, что происходит, товарищ. То есть когда бы звучало про измерение без внесения погрешности. То есть когда мы изучаем, смотрим на фатоны, мы сами создаем возмущение, которое нам не позволяет измерять одновременно позицию его в пространстве, раз говорим время, стало быть скорость. Соответственно, раз там было заявлено, в чем, существует все-таки эта методика экспериментальная, не по расчетам, в то же время когда мы поймали в эксперименте позицию, рассчитать вероятную скорость, а именно экспериментальную. Вы просто в закладе упомянули об этом, а это на самом деле любопытно. На самом деле есть методика, которая позволяет в эксперименте поймать хорошую вероятность и местоположение частицы, и ее скорость, или все-таки нет. Вопрос в этом. Это просто любопытство. Сама идея эксперимента была не совсем методика есть. Ты правильно понял? Нет, методики нет. То есть, первые, вообще, была возможность наблюдать такую ситуацию, которая экспериментально наказана. Здесь речь не в том, чтобы избавиться от, по-моему, неопределенности, а дело в том, что не разрушить состояние фотона. Понятно. Об этом разговориться без внешнего возмущения, стало быть, есть по теории идеями методики, как это сделать так, чтобы потом у нас не улетел другой? Есть шанс, да, когда мы пытаемся избавиться от дикогеренции окружения, от дикогеренции приборов, мы можем как-то... А почему никто не попробовал сделать? Потому что это очень сложно, то есть, нужно выбрать для каких-то определенных квантовых систем. Для каждой квантовой это не универсальная методика, для каждой своей квантовой системы будут свои особенности. То есть, То есть нам нужно рассматривать какую-то определенную систему при низкой температуре. И еще вопрос, с какими количествами этих элементов мы можем работать. Спасибо большое. Давайте последний вопрос. Да, последний вопрос. Давайте мне, потому что я помог... Потому что завтра 8-й база. В современной физике есть такая общая тенденция, которая пытается отбегать интерпретации и философские мышления над физикой, а просто исследует пенсию шаттер-конферта. То есть молчите и оставьте точку. Это, наверное, именно та самая классическая, скажем, позитивистская философия, которую приняли как эстафету от Бора, от Ричарда Фрейнмана, о том, что мы не можем ничего знать наверняка. То есть мы не можем знать наверняка одновременно, например, мы не можем одновременно знать позицию фотона и время. Мы не можем одновременно знать какие-то параметры, но при этом мы в каких-то интерпретациях можем, например, уйти, измерять уже не координаторные, можем измерять импульсы. Таким образом мы можем создать такие ситуации, в которых мы можем работать с этим, делать наши вычисления, но при этом нам полная картина не будет весна никогда. То есть надо с этим, с неопределенностью согласиться, что мы никогда не будем полную картину знать, но при этом в каких-то задачах у нас будет это работать. Все, последний вопрос? Да, можно еще и непоседний вопрос? Какие реальные блага может дать конструкцию компьютера на основании вот этих квантовых объектов? Что у него в контексте, эти квантовые компьютеры? То, что сейчас является наиболее реальным и коммерчески используемым, это, конечно, квантовая криптография. Благодаря своей возможности обрабатывать процессы параллельно, то есть имеет именно вот такие суперпозиционные состояния, у нас квантовый компьютер отличается от обычного компьютера, в котором есть такие элементы, как ноль и единица. То есть когда мы точно знаем, есть ток или нет ток, у квантового компьютера мы только знаем вероятностные какие-то параметры, которые могут полное значение принимать по всему кругу. То есть, допустим, на сфере, как вот все значения, которые могут быть на сфере. Но при этом это позволяет нам использовать саму природу, именно такие свойства материи, что она знает больше информации, чем мы можем интерпретировать, для того, чтобы решать какие-то задачи. Ответ за мной ваш вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ